Александр Григорьевич Лукашенко Дорогие друзья, уважаемые жители Брешины, и гости этой доброй, плодородной земли. Более четверти века назад здесь, на Полесье, прошел первый в истории суверенной Беларуси республиканский праздник Дожинки. Это было в 1996 году. В прошлом веке время было очень сложное, обвал экономики, про село говорить нечего общего, полное обнищание, спад производства и прежде всего сельскохозяйственной продукции. Но самое страшное, как я помню в то время, был не спад. Самое страшное было в то время, это самое безвремение. Мы не знали, что делать, куда идти, каким путем идти. Словом, разброды шатания. Кто постарше должен помнить, что мы тогда буквально стояли на краю пропасти, а кто-то уже был там. И у нас было два варианта. Или бороться за право свободно и достойно жить на своей земле, сохранив ее, или всем окунуться и очутиться там, в этой пропасти и погибнуть. Было очень тяжело. Тогда активно, не глядя ни на что, вы помогали мне, совсем еще зеленому президенту, и ваша поддержка, и ваша вера всегда меня вдохновляли. И мы не согнулись, мы выстояли. Хотя приходилось реально в ручном режиме, по крохам, собирать средства, деньги, на топливо, семена, удобрения, чтобы хозяйство смогли посеять и собрать хоть какой-то урожай. Большинство это хорошо помнят. Как бы пафосно это ни звучало, именно крестьянин тогда спас страну. И во славу человека труда мы провели свои первые дожинки. Фестиваль стал гимном тружеником села, тяжелому, благородному крестьянскому труду, и этой традиции мы следуем до сих пор. Немного видоизменив ее. Неудивительно, что наши дожинки за эти годы превратились в праздник всей страны. Истинно народный праздник, потому что без хлеба не будет никаких песен, ничего не будет. Жизнь доказала, что мы абсолютно правильно выбрали стратегию, определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Основной приоритет. Я приехал к вам сюда и планирую побывать во всех областях, чтобы низко покланяться вам и поблагодарить вас, дорогие наши труженики села. Вы не просто продовольственная безопасность. Вы опора нашей страны. Вы спасли эту страну и держите ее в самые сложные времена на своих плечах. Вы помните, мы тогда накормили себя. А сегодня, благодаря вам и всем, кто каждый день поливает потом нашу землю-кормилицу, Беларусь вышла на передовые позиции в мире по экспорту, по продажам продовольствия. Наши продукты хорошо знают и любят далеко за пределами нашей Беларуси. Скажу больше. В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводят против нашего государства, именно экспорт сельскохозяйственной продукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта. Я уже не говорю, что труд одного работника агропромышленного комплекса создает до десятка рабочих мест в смежных областях. Отмечу еще одну очень важную роль Дожина. Тогда, шаг за шагом, как бы ни было трудно, мы каждый год меняли в столицу праздника. Проображая районные и областные центры, фестиваль стал национальным проектом. Потом это трансформировалось в масштабную государственную программу. Были построены агрогородки и современные молочно-товарные и прочие комплексы. Но, по сути, возрождение села начиналось с наших дожинок. Да, мы много себя критикуем, и правильно. Однако, если посмотреть правде в глаза, у нас есть чем гордиться. Помните, как мы начинали? Мы собирали с большим трудом пять, иногда шесть миллионов тонн зерна и считали, что неплохо. А семь миллионов – запредельно. Сегодня мы пришли к тому, что десять миллионов – норма. Но мой подход, знаете, нам надо всего-навсего 11-12 миллионов тонн зерна и все. Больше не надо. Будем возделывать другие продукты, которые мы закупаем. Вы видите, как меняется климат. И большие надежды страна связывает с нашей Брещиной, одним из флагманов белорусского агропромышленного комплекса. Приведу только одну цифру. За четверть века производство сельхозпродукции в нашем регионе выросло более чем в два раза. За четверть века в два раза. Только Брещина могла бы год кормить всю Беларусь хлебом. Но молочного зерна по самым скромным подсчетам хватило бы на полмиллиарда буханок. И осталось бы еще на кашу, спирт, пиво и комбикарма. Только одна Брещина. В этом году область первой в республике начала и завершила жаду. И как губернатор мне только что доложил, и озимые вы сегодня посеяли. Четко, дисциплинированно, организованно, засыпав за корма почти 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, выйдя на урожайность 38 центнеров на круг. О хозяйствах передовиках, которые собрали с гектара более 70 центнеров, отдельных механизаторах, рекордсменах не говорю. Они сами за себя сказали ударным трудом. И вы увидите на сцене всех героев битвы за урожай. Но село – это не только зерновые. Именно Брещина совершила настоящий прорыв в садоводстве. Да еще с акцентом на импортозамещение. 60% отечественных яблок из вашего региона. Ранние огурцы, Пинска, Столина, знают не только в Беларуси, но и во всем мире. Ягоды, клубнику, малину, голубику, клюкву первыми в стране в промышленных масштабах также стали возделывать именно здесь. Всей Беларуси, например, показали опытом и саженцами поделились. Теперь вот взялись за тюльпаны. Дело хорошее. К концу года Брещина впервые в своей аграрной истории перешагнет планку по надоям молока в 7,5 тысяч килограммов от коров. Это процентов на 20 больше, чем в среднем по стране. Раньше думали, что такое невозможно. А теперь это реальность. Отталкиваясь от достигнутого, можно строить новые планы. Все мы знаем, что молоко у коровы на языке. Заготовка кормов не менее важна, чем уборка урожая. Четыре укоса для вас привычная практика. Главное, ни в коем случае не останавливаться, не снижать темпы и прыгать всегда выше планки, а не под нее. Вчера мне показали одно из лучших ваших хозяйств, Парахоньское, где уже свыше 10 тысяч, 10 тонн от каждой коровы удой. Наблюдаю за этим хозяйством уже более 20 лет, с тех пор, как впервые побывал там в 2004 году. С радостью вижу, что год за годом у них стабильно растут надои, привесы, урожайные зерновые, кукурузы, рапсы, рентабельность и прибыль. Всегда лидеры районов, не только районов, но и в нашей стране, они в тройку лучших входят. Но самая ценная для меня система выстроена, которая работает более чем на 20 тысячах гектарах общественных земель. Сначала сделали тех по выпуску брикетов, потом линию растительного масла, затем стали производить комбикорм, а вчера с гордостью демонстрировали минерально-витаминные травяные гранулы. Что радует меня в этом плане в стране начинают копировать опыт Парахольского. Причем кормовая база зерной и травы у них своя, полный цикл вплоть до семеноводства. И пчелы у них тоже есть. Без них куда? С таких предприимчивых, упорных, с умом использующих каждый клочок земли нам надо брать пример. И мы договорились вчера, мы возвращаемся к программе возрождения нашего Полессия. Ничего сверхъестественного от вас я не требую. Надо продолжить то великое дело, которое мы начали более десятка лет тому назад. Я вчера, может быть, слишком жестко, резко сказал, что Полессия может накормить страну, все остальное мы можем продать за пределы Беларуси. Спрос на продовольствие будет только расти. Простая формула. В мире растет численность населения, а их надо кормить. Значит, спрос на продовольствие будет, и Полессия должно возродиться. Это красивейший край Беларуси. Не в обиду другим, как я говорю, это здесь истинный Беларус родился со своей ментальностью, со своим характером, целеустремленностью, какой-то хитринкой. Это настоящие трудяги. И еще раз подчеркиваю, мы возродить должны Полессия в течение следующей пятилетки. Это еще важно и потому, чтобы показать пример нашей молодежи, нашим детям, нашим внукам, как надо работать, как бы мы не хвалили молодежь, мы должны это откровенно говорить, она хорошая, она добрая, она прекрасная, она лучше нас, но она другая. Надо им оставить тот путь, по которому они хотя бы в начале 10-20 лет должны идти, чтобы самим определиться, как двигаться дальше. Поэтому надо сейчас нам, нашему поколению оставить то, что будет нужно нашим детям. земля главный ресурс агрария на Брежщине свыше половины всех сельхозугодий получены благодаря миллиардации. В Парахоньском кстати 80% еще в советские времена для региона была разработана специальная программа. Нам можно сделать Полесье, как я уже сказал, цветущим краем. И выдумывать не надо, надо повторить то, что сделали в Парахоньском. Коль здесь миллиарированные земли, а у них по-моему процентов 80 миллиарированных земель. Надо вот просто повторить один в один. Для начала первое распоряжение вчера вечером я уже отдал. Не буду называть то хозяйство, которое в будущем году повторит этот успех ответственный непосредственно перед президентом за эту программу ее реализации Михаил Иванович Русси, родившийся на Полесье, здесь рядышком в Житковичах, и наш руководитель из Парахоньского, который будет смотреть за технологиями и предлагать, настаивать, требовать делать то, что они сделали в Парахоньском. Все. Мы сконцентрируем денежные ресурсы на основных программах, не распаляя по стране, и будем реализовывать такие программы, как здесь на Полесье. Мы эту масштабную работу будем продолжать, наша общая задача сохранить отвоеванное у природы. Вы заметили, в свое время отвоевали, мелиорацию сделали. Как только остановились, как только по-настоящему перестали работать, что простое, ухаживать за мелиоративными системами и каналами, природа мгновенно все начала забирать обратно. идет вот это сражение, философское сражение между человеком и природой. Человек борется для того, чтобы выжить, для того, чтобы жить достойно. Мы это должны делать аккуратно, не нарушая основные принципы и законы мироздания и существования. с природой надо быть новым. Мы это умеем делать, особенно на Полесе. Полешуки умеют беречь природу, потому что она всегда кормила полешуков, и за счет этой природы они выживали. Нам это обязательно надо сделать для детей и внуков, чтобы они тоже трудились на родной земле, и через 10, 20, 50 лет, так же, как и мы сегодня выходили бы на сцену дожинок, гордились бы своей страной, вспоминая нас добрым словом. 30 лет назад мы могли только мечтать о сегодняшнем уровне нашего аграрного сектора и достойных условиях жизни на селе. Но мы это сделали. Не скажу, что уже все сделали, вопросы есть, но у нас огромный потенциал. У нас есть над чем воздвигать дальше наше здание жизни. Дорогие сельчане, ваши лучшие показатели еще впереди. И не мне вам рассказывать, как трудно выйти на рекорд, сохранить и произойти его еще труднее, особенно в вашем деле. Уверен и вам, и новому руководителю области не занимать знаний и опыта, и амбиции. Регион должен в ближайшие годы устойчиво выйти на 2,5 миллиона зерновых и зернобобовых. Вы, наверное, заметили, что я, наверное, впервые в своей жизни промышленника направил в ваш, ну, можно сказать, аграрно-промышленный край. Это один из лучших руководителей нашего БелАЗа, который должен дать дыхание не только сельскому хозяйству, но прежде всего промышленности, которая у нас немножко отстает на Брежщине. Программу он эту подготовил, в ближайшее время рассмотрим, поддержим, если она будет разумная, потому что без промышленности не будет и сельского хозяйства. Я очень верю и очень надеюсь на вас, всегда рад вашим успехам, готов дальше идти вместе с вами к новым высотам и в экономике, и в социальной жизни. Еще раз я очень благодарю всех руководителей, комбайнеров, агрономов, механизаторов, водителей за хлеб и героический труд. Спасибо вашим родным и близким, которые каждый год самый горячий сезон поддерживают, помогают и окружают всех наших героев заботы. Я желаю всем вам самого главного здоровья, мирного неба, сейчас это очень актуально и вы больше, чем кто-либо это знаете. Счастья вам, семейного благополучия, больших успехов в вашей нелегкой жизни и труде, но очень нужной вашей работе. Счастья вашим деткам, чтобы они вас не расстраивали, чтобы они всегда встречали вас в поздний страдный период и радовали вас своими жизненными успехами. Вы действительно сегодня герои нашего дня. Вы герои. Все просто. время выбрало вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Уважаемый Александр Егорович, от имени всех тружеников Брещины хочу сказать вам огромное спасибо за эти наши высокие награды, которые все мы сегодня получили. Это оценка жителей нашей области, всех тех, кто работает сегодня на земле. А вы как никто знаете, насколько сегодня непростой сельский труд. Вы сегодня помогаете нам, поддерживаете нас, подставляете нам свое плечо всегда и во всем. И сегодня благодаря этому меняется наше сельское хозяйство. Оно стало совсем другим, оно стало с новейшими технологиями, оно стало сегодня современной техникой. И от этого и от дачи от земли совсем другая сегодня. И условия жизни на селе с каждым годом становятся лучше. Деревни живут, они развиваются. А самое главное, мы живем в мире и согласии. И сделаем все возможное для того, чтобы это удержать. И спасибо вам и Господу Богу, нашей судьбе, за то, что именно вы наш президент. Что такого сегодня нет ни у кого. Вы наш, вы настоящий. И мы всегда с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Дорогие друзья, это только начало. Я буду очень рад выполнить свою конституционную обязанность, много раз вручая эти великие государственные награды нашим лучшим дояркам, механизаторам, агрономам, инженерам, зоотехникам, ветврачам и самое главное руководителям. Вам, людям героическим. Убежден, что это только начало. Мы по истечению пятилетки должны отметить самыми высокими наградами лучших. Тех, кто не жалея своего труда, ну и что там говорить, и жизни. Не обращая внимания, как живет, где живет. Знаешь, что такое труд агрария, знаешь, что такое труд руководителя. Дорогие мои, время очень непростое. Я обращаюсь к вам с одной очень большой просьбой, которую мы должны решить все вместе. Большой задачей. Мы все труженики здесь. Здесь не надо никого агитировать. Вот здесь, на этой площади, пришедшие тысячи человек, их не надо агитировать. Но давайте честно признаю, все такие в Беларуси, нет, тысячи и тысячи бездельничают. Конечно, я сделаю с своей стороны все для того, чтобы их привлечь к благородному труду, не только к крестьянскому. Но вы должны мне в этом помочь. Мы ведь труженики. Беларусы всегда были тружениками. И не гоже, когда сотни, миллионы людей работают, а где-то тысячи болтаются без дела. Нам надо решить эту проблему. Мы будем вас поддерживать. Вот и вчера руководитель Парахоньску об этом говорил. Жилье, жилье, жилье. Мы переориентируем свою программу жилищного строительства на производство. Там, где будем создавать производственные мощности, в сельском хозяйстве, мы прежде всего будем строить дома, будем строить социальные объекты и жилье. Что касается социальных объектов, их строить не надо. Их нужно содержать вот в таком нормальном состоянии. Мы уже все построили. Надо всем белорусам дать угол для жилья. Мы это сделаем в центре с вашей помощью. Но самое главное, здоровья вам, здоровья, 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 еще раз здоровья. Здоровья вашим детям. Если дома порядок, то и в поле будет нормально. И на заводе, и на фабрике. И в социальных объектах, и в государственных учреждениях будет порядок. Все мы страшно зависимы от детей. Очень хочу, чтобы они наследовали вас. Чтобы они пошли вашим путем. Я всегда говорю, прожив уже много времени и находясь в этой власти, говорю много. Дети наши. И мы нигде никому не нужны. Только там, где мы родились. Держите своих корней. Вы живете в прекрасном городе. Все говорят, скучно, танцев, еще чего-то не хватает. Дорогие мои, особенно молодежи, хочу сказать. Это до первого рождения вашего ребенка. Потом вам хватит. И танцев будете танцевать с утра до вечера. И вся жизнь ваша будет вертеться вокруг ваших детишек. Поэтому держитесь этих корней. Мы ведь немало с вами сделали для того, чтобы вот такой был цветущий городок, агрогородок. В течение следующей пятилетки мы модернизируем и восстановим все дороги до агрогородков. Не будет ни одной плохой дороги. Соберем деньги и все это сделаем. Мы начали уже эту программу. Я это говорю потому, что вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира всего. На это мы будем нацелены. Этого вы хотите. Еще больше этого хочу я. Спасибо вам, дорогие мои. Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, национальный мир. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят у нас кусок хлеба, если просят только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки. Счастья вам и добра. Спасибо. На входу приглашается председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Александрович Пархомчик. Уважаемый Александр Григорьевич, Брестская область завершает посевную работу урожая 2025 года озимых культур. На финиш вышла прямая по уборке урожая 2024 года. Хочу доложить и сообщить, что общий валовый результат по результатам 2024 года по зерновым, зернобобовым культурам гречихи, проса, рапса превысил 2 миллиона тонн. Примите, пожалуйста, каравай урожая 2024 года. Александр Григорьевич, в 2014 году вы стали почетным полешуком. Мы долго думали над тем подарком, который подарить вам вот в этот прекрасный торжественный день. На Полесье есть, вы знаете, очень прекрасные лошади, полеськая порода. Это трудолюбивая порода, та, которая помогала людям выжить в разные тяжелые моменты. И вот две лошадки в ближайшее время поступят в ваше распоряжение. Ну а сегодня мы вот дарим эту книгу. Я думаю, что они будут напоминать вам нашу прекрасную Брестскую область. Спасибо большое. Не успел назначить губернатором, пересадил меня на лошадь. Спасибо. Он знает, что я к животным, у меня особое отношение. Но я думал, корову подарят. Но подарил лошадь тоже неплохо. Все лошади, которых мне подарили и из-за рубежа, и прочее, я их берегу. Поэтому эти две ваших лошадки, я знаю их. Что это за порода? Они найдут хорошее место в моем президентском дворе хозяйстве. Спасибо вам огромное и за лошадь, и за корову, которую вы недавно подарили. И самое главное, за два с лишним миллиона тонн зерна. Надо два с половиной, и надо цветущая полесье. Спасибо вам. Спасибо, Александр Горькович. Уважаемый Александр Горькович, приглашаем вас принять участие в нашей комиссии. Верхнем в твоем регионе уехать и оставить автограф на нашем стенде. Мы приступаем к телевизору. И скушать вращение. Вот я проеду. А вот, я думаю, здесь у нас вверху. А вот, я думаю, здесь у нас везде. А вот, я думаю, здесь у нас везде.